Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Речь идет о сумме 159 миллионов долларов, 130 миллионов долларов оценочных убытков, проценты в размере примерно 20 миллионов долларов, а также судебные расходы. Разбирательство началось в июне 2015 года. В виске к России говорилось, что наша страна нарушила свои обязательства по соглашению с Украиной от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвест-договора. Законность этого решения оценивать нет смысла, поскольку дело носит политически ангажированный характер и не имеет отношения к нормам права, так как за действия государства отвечают частные инвесторы, говорят эксперты. Банки, конечно же, будут обжаловать решение Киевского суда на Украине, ведь акции дочерних предприятий российских банков являются частной собственностью самих банков, но не в России в целом и, соответственно, обращение взыскания на них недопустимо. Но там, где правит бал политика, здравый смысл порой отсутствует. Дальнобойщикам и артистам повезет, им могут снизить пенсионный возраст. Об этом было сказано в Госдуме на заседании рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства. Само заседание группы проходило в закрытом режиме, однако в ходе него к журналистам выходили различные участники обсуждения, чтобы рассказать о тех или иных вопросах, которые, по их мнению, заслуживают отдельного внимания. Например, поправка об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. За подобное преступление хотят либо ввести наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов. Против этой нормы выступили представители бизнес-сообщества и профсоюзы, мотивировав это тем, что людей предпенсионного возраста вообще перестанут принимать на работу. Также на заседании возник вопрос по малочисленным народам Севера. Им вроде бы должны оставить пенсионный возраст прежним. При этом понятно, если речь идет, например, об оленеводе. Но если представитель этого народа работает, например, учителем в школе, то возникает вопрос, почему его коллеги, к этим народам не относящиеся, выйдут на пенсию позже. Кроме того, был поднят вопрос по поводу дополнения перечня профессий с льготным выходом на пенсию. К этому перечню предложили добавить дальнобойщиков и представителей балета. Мол, у представителей танцевальной профессии труд начинается лет в шесть. По такому же принципу было предложено отнести к этому перечню ряд категорий артистов цирка и музыкантов на духовых инструментах. В каком виде в итоге выйдет новый пенсионный закон, пока никто не знает. Интрига сохраняется. Очередные новости госзакупок на сегодняшний день таковы. На Парковом построят детсад на 360 мест, а с января будет перекрыт поток заморских вин через госзакупки. Управление капстроительства мэрии Перми объявило тендер по проектированию детского сада на улице Желябова. Это первая новость госзакупок. Трехэтажное здание детского сада на 360 мест будет построено в Дзержинском районе Перми по адресу улица Желябова, 16Б. Стартовая максимальная стоимость проекта, на выполнение которого заказчик отводит 270 дней, более 6,5 миллионов рублей. Итоги тендера подведут 10 октября. Согласно техзаданию, проектировщики обязаны предусмотреть лифт для ребенка в инвалидной коляске сопровождающим, а также специальные санузлы. Всего по муниципальной программе развития сети образовательных организаций Перми в период с 2019 по 2022 год только в краевом центре появится 7 детских садов на 1835 мест. Мы продолжаем строить, конечно, детские сады, во-первых, потому что увеличивается население, дети у нас рождаются и рождаются много, поэтому мы продолжаем строить. Прежде всего, это в городе Перми, это обязательно в Пермском районе, но еще есть ряд объектов, которые есть в крае, но они тоже точно так же важны. В конечном счете у нас за два года еще будет построено еще 14 детских садов, более того, часть из них уже построены. Вторая новость госзакупок касается вещи более праздной, а именно вина. С января 2019 года, скорее всего, прекратятся государственные и муниципальные закупки алкогольных напитков, произведенных за пределами территории Евразийского экономического союза. Проект соответствующего постановления подготовлен Минсельхозом России. Напомним, в Евразийский экономический союз входит Российская Федерация, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения. Полный запрет на закупки алкогольных напитков и нового происхождения правительство не установит. Но поставщикам из пяти перечисленных стран на тендерах будет отдаваться безусловное предпочтение. Шоссе космонавтов в Перми в скором времени начнут спрямлять. К концу 2019 года будет закончен долгожданный обход Куиды. Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края заключило договор на выполнение реконструкции шоссе космонавтов СОО «Асфальтобетонный завод номер один». Подрядчик приступает к геодезическим работам. Шоссе космонавтов является лицом региона. Именно по ней гости и жители Прикаме едут в Пермь из аэропорта. Пока это лицо кривовато. Новая спрямленная дорога позволит доехать до аэровокзала быстро и безопасно. Напомним, реконструкция Пермской магистрали подразумевает спрямление четырех участков. Работы должны завершиться к августу 2019 года. Реконструкция участков шоссе космонавтов от Мулянки до аэропорта Большое Савино. Всего мы для себя определили шесть участков, которые подлежат реконструкции. Это спрямление на развязках, на отнесенных левых поворотах. Хочу сразу также отметить, что пятый и шестой участок изначально не были в проектной документации, но мы их также рассмотрели. В этом году подлежат реализации первый, второй, третий и четвертый участок, которые изначально были. Также хочу отметить, что пятый и шестой участок, это вот развязка в Савино, она достаточно дорогой получается, порядка 150 миллионов. Вот поэтому, чтобы цифры сразу не пугало, 460, я хочу на этом заострить внимание. Помимо реконструкции шоссе космонавтов, в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березняки-Соликамск, обходе Чусового, восточном обходе Перми, дороге Чистые Бабка. Завершение строительства обхода поселка Куида позволит, наконец, обеспечить проезд транзитного транспорта в обход поселка. Обход поселка Куида 662 миллиона, 3,3 километра, выход в соседний субъект, в республику Башкирия, срок кончания, конец 2019 года. Начать строить обход Куиды планировали еще в 2017-м и даже провели аукцион по выбору подрядчика. Однако результаты торгов в суде оспорил другой проигравший участник. До апреля 2018 года шли разбирательства в судах. Контракт с победителем аукциона был расторгнут по соглашению сторон. И вот попытка номер два. В процессе строительства предстоит провести значительные работы по переустройству объектов инженерной инфраструктуры различных предприятий, установить 122 дорожных знака. Кроме того, новый путепровод пройдет над железнодорожной линией Казань-Екатеринбург. Таким образом, будут обеспечены безопасность и непрерывность движения транспорта. Отметим, что подряд на строительство обхода Куиды считается одними из самых крупных впреками в последние несколько лет среди контрактов на строительство дорог. Казань-Екатеринбург Кто-то увидит в этом плюсы, кто-то минусы. Но эксперты отмечают, что, во-первых, доказать факт увольнения по причине дискриминации по возрасту крайне сложно, а во-вторых, это может, наоборот, усложнить процедуру приема на работу граждан до предпенсионного возраста. Ну, а про попытку в очередной раз переложить ответственность на бизнес я вообще молчу. Это была программа НЭП. Ее ведущий Игорь Ганин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok